В архиве Израильской национальной библиотеки в Иерусалиме обнаружен необычный документ. Это телеграмма, посланная в 43-м году главой СС Генрихом Гиммлером, главе мусульман Иерусалима Амину Аль-Хусейни. Почему документ вызвал громкий скандал, подробнее расскажет Григорий Бадур. Телеграмма пришла адресату в начале ноября 1943 года, что примечательно, в это время нацистская армия уже отступала на основных фронтах и как раз началась операция по освобождению Киева. Это послание рейхсфюрера СС Гиммлера главному муфтию Иерусалима Амину Аль-Хусейни. Гиммлер пишет, что желает удачи арабам Палестины в их борьбе с евреями. Наличие общего врага и совместная борьба с ним создает прочный фундамент для развития отношений между Германией и членами мусульманского освободительного движения, пишет Гиммлер. Вообще муфтий Аль-Хусейни был большим поклонником Гитлера. Весьма известны его совместные фотографии с фюрером, которого он называл защитником ислама. В середине 30-х годов он был вдохновителем массовых погромов и убийств иудеев на Святой Земле, в результате которых погибли несколько сотен человек. Уже во время войны муфтий создавал молодежные движения по принципу Гитлера-Югенда, мусульманские нацистские бригады и даже предложил поставить под знамена вермахта многотысячный арабский легион. Вся эта деятельность щедро финансировалась автором вот этой телеграммы Генрихом Гиммлером. А в 44-м году, то есть перед самым крахом нацизма, Аль-Хусейни уже жил в Германии и по берлинскому радио призывал весь исламский мир к джихаду против иудеев. Он заявлял, арабы, вставайте как один, убивайте евреев, это угодно Богу, истории и религии. После окончания войны он избежал суда во Франции и бежал в Египет, где в мире и почете жил до самой старости. Недавняя находка оказалась в Иерусалимской национальной библиотеке благодаря англичанам, которые правили в Палестине в 30-х и 40-х годах и весьма щепетильно относились к государственным архивам. Вот такая малоизвестная страница истории Ближнего Востока, которая, кстати, как говорят эксперты, хорошо иллюстрирует, что борьба мусульман с иудеями в Палестине началась задолго до создания государства Израиль и имеет к нему очень мало отношения. И уж тем более к строительству поселений на территории Иудеи и Самарии. Григорий Баду, Алиса Неверовская, Ближневосточное бюро, телеканал Интер.